Микс Ньюс. Добрый день и добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Депутат Сейма Любовь Швецова у нас в студии. Добрый день. Добрый вечер. Да, относительно недавно закончилось сегодня пленарное заседание Сейма. Основные дебаты развернулись по инициативе части оппозиции об отставке госпожи Винкелы. Да, но мы не будем сегодня, наверное, много раз об этом углубляться. Это медицинские проблемы, суть реформ или отсутствие реформ в заврохранении. Но если говорить по факту, я знаю, что фракция Согласия, вы, значит, как тоже член фракции Согласия, сами под самой инициативой не подписались, но поддержали саму отставку госпожи Винкелы. Может быть, несколько слов о том, почему и как вам вся эта история вокруг, я бы даже сказал, не столько медицины, сколько исполнения и неисполнения закона, потому что был закон принят. Плохой, но и хороший, но был закон принят, единогласно, о финансировании здравоохранения. А потом правящая коалиция говорит, вот этот закон мы исполнять не будем. Вот этот будем, он нам нравится, а вот этот не будем. Я считаю, что требование об отставке госпожи Винкела достаточно обоснованно. И Согласия поддержала данные требования, поддержала по причине того, что медики тоже считают законным требованием отставки министра здравоохранения. Их требование обосновано действительно на основании того, что обещанное повышение зарплат не обеспечивается согласно вновь принятому закону о бюджете 2020 года. И это несмотря на то, что госпожа Винкела, являясь членом партии Атеист и Байпар, которая проголосовала в прошлом году за принятие закона о финансировании медицины, поддержала данные требования, и было предусмотрено увеличение, системное увеличение заработных плат медиков. И аморальность всей ситуации как раз и заключается в том, что можно игнорировать, я понимаю, могла бы быть оговорка, если бы закон был принят, как обычно, вот отвечает другой СИМ, другая ситуация, как обычно, вот они не знали, не могли, и мы теперь не можем, и теперь принимаем другой закон, этот отменяем, действуем иначе. Потому что у нас ситуация поменялась. В этой ситуации за год глобально ничего концептуально поменяться не могло и не может. И однозначно уважение к соблюдению закона, отношение лояльности к правительству в основном со стороны избирателей и населения базируется на корректном исполнении законов, которые в том числе должны исполнять и сами депутаты Сейма, и сами министры тоже, безусловно. Получается, что в моем понимании госпожа Винкелла просто-напросто не была достаточно активна, настойчива в защите интересов медиков. Можно дискутировать по поводу того, что недостаточно эффективно происходит, возможно, перераспределение средств, которые уже имеются в бюджете здравоохранения. Можно дискутировать о том, что реформа здравоохранения происходит постоянно, практически безостановочно. Меняются составы Сейма, меняются реформы. Наверное, это уже является какой-то такой традицией или имиджем. Реформы не для того, чтобы достичь какой-то определенный результат, а реформы ради реформ. И вот эта ситуация перманентного состояния постоянного реформирования, она больше всего и угнетает. Потому что нет ничего более негативного, чем незнание того, каким образом и как будут развиваться события, как будут работать структуры и системы в дальнейшем. Возможно, что это для кого-то выгодно, возможно, что это кому-то удобно. Но однозначно, с учетом того, что госпожа Винкела была и членом партии «Единство», и теперь является активной участницей партии «Атыстейбайпар», она человек в политике, не новый. Она должна понимать, что за слова, в принципе, должна была бы отвечать и нести ответственность за то, что коллеги по ее партии проголосовали в прошлом году при принятии бюджета и повышении зарплат для медиков. И можно было бы понять ситуацию или какие-то возможные пояснения, если бы в том числе был понятный диалог, и ясный диалог, и конструктивный диалог. Я считаю, что со стороны как правительства, так и самого министра Винкела конструктивного диалога с медиками, конструктивного диалога с обществом абсолютно не наблюдалось. И при том, что сначала заявляется о том, что у нас самый большой доходный бюджет за многие года, и после этого заявляется, но вот для зарплат медиков у нас, извините, недостаточно финансовых средств. Это просто-напросто уже выглядит как не очень корректная интерпретация фактов или просто-напросто циничное отношение и к тому, что ты принял, и к тем людям, относительно кого это касается, медиков и медсестер. И последующая реакция, в том числе, кстати, очень хорошо показала, что на самом-то деле деньги есть. Потому что вдруг у нас нашлось 10 миллионов от «Латвия» с «Валстмейджи», вдруг у нас нашлись финансовые ресурсы еще от «Латвия» с «Банка». Может быть, можно было просто-напросто посмотреть еще более внимательно на приоритеты той же самой партии от «Ист и Беспар», и нашлось бы еще 60 миллионов. Но я, например, знаю, что у них есть 60 миллионов, которые они планируют в следующем году отдать, перераспределив через Министерство ВАРАМ для «Зеленого фонда», который будет обслуживать на основании партнерских институций другая структура. Эта информация неофициально прозвучала во время заседания Финансовой бюджетной комиссии, во время обсуждения бюджета. Однако на данные финансовые средства никакого ответа со стороны ВАРАМа и со стороны «Атеист и Беспар» не последовало. Поэтому я с уверенностью могу сказать 60 миллионов. Для того, чтобы обеспечить все законные требования медиков, у «Атеист и Беспар» есть. Они просто не хотят их выделить медицине. Они их используют или планируют использовать абсолютно на другие цели. Вот, может быть, действительно мы чего-то не знаем, может быть, не знаю, правительству известно, что, не знаю, в следующем году грянет кризис, и надо жить скромнее. Хотя, правда, исходя из того, что вы сказали, что-то не видно, что правительство собирается жить скромнее. Ну, судя по всему, правительство действительно не собирается жить скромнее. Во всяком случае, на данном этапе не похоже, что они планируют это делать. И, к сожалению, я подозреваю, что, возможно, через какое-то время начнется другая полемика и дискуссия, и диалог. Очевидно, что будут подниматься налоги, безусловно, потому что правительство хочет и будет жить так, как оно привыкло. То есть, в принципе, в 2021 году ничего хорошего нас не ждет? Не посредством. По всей видимости, в 2020-2021 году, в 2020 году будет принята новая налоговая реформа, дискуссия о которой продолжается, и до этого момента она происходила достаточно кулуарно в рамках закрытого формата. На данный момент она выносится на более обширные обсуждения, и, наконец-то, сегодня, например, была создана комиссия, как подкомиссия прибюджетная и финансовая по налогам. И это означает, что настал момент для диалога и вывода диалог на более публичный уровень по налоговой реформе. С учетом того, что наше правительство не умеет зарабатывать, нет таких способностей у наших мужей государственных, то, по всей видимости, единственный способ сохранить свой уровень благосостояния у правительства и у чиновников будет повышение налогов, уменьшение льгот. Потому что вообще действительно непонятно, как государство собирается зарабатывать иначе, кроме как повышать налоги, поскольку мы видим, что происходит с банками, как это все ужесточается, как избавились мы от нерезидентов, при том нам никто не подсказал, а как по-другому зарабатывать. То есть в этой сфере тоже совершенно непонятно финансово. Ну, я думаю, что последняя новость, которая была озвучена, что, по всей видимости, Латвия все-таки включит в серый список по заключению Монуэлла и ФАТФ. И это при всем при том, что произошли очень концептуальные и абсолютно полицейские методы введения очень многих процедур, когда банки отказались от большого количества, в том числе и абсолютно нормальных и адекватных, и клиентов, которые просто-напросто работали или работают с рынками тех же бывших стран СНГ, они просто ушли из латвийского сектора однозначно. Я вижу, как происходит ужесточение и сужение интерпретации правовых норм в сторону, как это называется, отобрать и поделить. И когда благосостояние чиновнического аппарата и министерства базируется на основании передела другими, денег на средства, которые заработаны другими, то есть частным бизнесом, рискуя и как бы осваивая новые рынки и производя новые продукты, то реально становится достаточно печально. И о том, что кто-то видит какой-то другой способ наполнения казны, ничем отнять и поделить, я не вижу в этом правительстве и в этой ситуации, при том, какая политическая элита и какие политические лидеры в нашей стране, к сожалению. Да, вот еще такой момент важный, когда только правительство создавалось, вот представитель новой консервативной партии, устами господина Боттенса, ну сейчас нынешнего вице-премьера, кстати говоря, министра юстиции, заявил о том, что у нас вводится принцип бескомпромиссной законности. Что это? Сами авторы вот этого замечательного термина не пояснили, но, может быть, вы все ими как почувствовали вот эту бескомпромиссную законность? Вы знаете, я могу так характеризовать политику и политиков новой консервативной партии. Вот есть фейковый товар, да? А это фейковая партия и фейковые лидеры, которые реализуют фейковые реформы. И все их фейковые реформы заключаются, начнем с той же самой реформы, три по пятьсот. На основании их ультиматума правительство якобы ввело два по пятьсот на данном этапе, в результате чего получается необлагаримый дифференцированный минимум введен для получателей маленьких зарплат. В выигрыше оказались как раз люди, которые получают очень маленькие зарплаты, у кого нет южделенцев. В принципе, это те, кто работают, по всей видимости, в теневом секторе и которые просто-напросто получают зарплаты в конвертах. А как же работают родители с детьми? Они будут в минусе, они не получат, получается, от этой реформы никакой пользы. Для того, чтобы реализовать эту реформу, которую я называю фейковая, два по пятьсот, они отняли деньги у детей на брифпус, на обеспечение обедов в школах, чтобы фискальное помещение, так сказать, освободить. Они отняли связь с минимальной зарплатой у ассистентов-инвалидов, они отняли, получается, пособия у детей, которые растут в семье без одного из родителей, они отняли в том числе социальные гарантии, соответствующие минимальной зарплате у спортсменов Министерства внутренних дел. То есть, получается, два по пятьсот – это фейковая реформа в реализации новой консервативной партии. Теперь посмотрим на реформу судебной системы и предложение Борденца по поводу экономических ситуаций. Вот я хотел... Это еще очередной фейк, ноу-хау министра, который страдает комплексом Наполеона, возможно, не только. И с учетом вот этого фейковой реформы, получается, для того, чтобы удовлетворить амбиции, не реализованные данного индивида из новой консервативной партии, происходит искусственное создание учреждения, которое абсолютно, по сути, не решает проблему. Это выстраивается структура, которая называется красиво, но не борется с самим источником проблематики, решения экономических споров. И однозначно не будет того результата, который декларируется. Это очередной фейк, который новая консервативная партия теперь декларирует. Да, вот интересно, вы сказали, вы упомянули по поводу комплекса Наполеона, но мы наблюдали позавчера замечательный такой сюжет по телевидению, где журналистка бегала за господином Бондонцевым, он от нее убегал и произносил такие весьма недипломатические выражения. Что я министр, зачем вы за мной бегаете, как вы посмели и так далее. Ну, как можно за Наполеоном вообще спрашивать что-то. А, действительно. Вы понимаете, там вопрос не то, что ты не можешь подойти. Вообще, кто тебе разрешил спросить? Тебе сначала нужно спросить разрешение, а можно ли задать вопрос. А потом тоже, если тебе разрешат, ты можешь задавать вопрос. А если не разрешат? Ну, если не разрешат. Я просто-напросто сочувствую данному журналисту, этой девушке. Я просто-напросто боюсь, что реально против нее будут приняты какие-то определенные мерки, давление или воздействие. Потому что, как мы знаем, обычно такая типология людей, она достаточно злопамятна, и она достаточно в своих реакциях и поведении не очень порядочна, назовем это так. А как же демократия, свобода слова? Нет, понятие демократии из уст новой консервативной партии тоже фейк. Понятно. Ну что ж, с одной стороны, это, конечно, очень печально, но вот тоже такая ситуация возникает, что каждый раз какие-то новые силы приходят. Мессия, во время, накануне выборов играет, что, знаете, будет 3 по 500, будет всем не знаю, что вы хотите. Повышенную зарплату? Будет. Повышенную пенсию? Будет. Все будет. Там маленькие налоги, в общем, что только не обещают. Сокращение министерства? Все будет. Часть избирателей, к сожалению, покупается на эти обещания, которые зачастую невыполнимы вообще. Ну и потом начинается вот эта игра, что вы знаете, ну, мы не можем. Или если бы у нас было 51% в хейме, обязательно мы бы это сделали, а поскольку у нас нет 51%, все, что мы обещали, забудьте. Вот что, как с этим быть, не знаю, образовывать избирателей, напоминать им, может быть, в этом одна из задач оппозиции? Ну, задача оппозиции в том, чтобы, во-первых, не позволять обманывать избирателей народ, во-вторых, представлять и предлагать более конструктивные решения для проблем актуальных народного хозяйства, а в-третьих, объяснять суть всех фейковых реформ, потому что, если не будет объяснения понятного, доступного, то действительно при той информативном направленности и, я бы сказала, не очень большой объективности некоторых поддерживающих средств массовой информации, именно правящую коалицию, объективно оценить ситуацию достаточно сложно. Хотя, правда, я бы всегда рекомендовала перед тем, как принять решение какое-то определённое, просто-напросто людям перед тем, как идти на выборы и принимать, кому отдать голос из-за кого, посмотреть свой холодильник. И если использовать принцип анекдота, если тебе рассказывают, что у нас в стране типа всё хорошо, то вопрос, кто рассказывает? Ну, эксперт рассказывает. простой человек посмотрит в холодильник, ну, нет у меня в холодильнике того, чтобы я чувствовал себя очень хорошо. Ну, а ты не эксперт, значит, ты не имеешь права комментировать, хорошо ты живёшь или нехорошо ты живёшь. Поэтому, если у тебя в холодильнике прибавилось в результате того, что кто-то избранный и реализовал определённые проекты и идеи, или, допустим, два по пятьсот, то, значит, ты можешь отдавать свой голос в принципе за этого два по пятьсот. А если у тебя в холодильнике, наоборот, уменьшилось количество продуктов, наверное, нужно подумать, а стоит ли этого делать ещё раз. Да, вот здесь причинно-следственная связь очень нужна вообще ответственность избирателя. Мы говорим всё время об ответственности политика, но, наверное, как кто-то заметил, я же сам сюда не пришёл. Да, вот я не пришёл в это здание, якобы, и не сел. То есть, видимо, всё-таки такова была воля части избирателей. Но в этом ещё другая проблематика скрывается. Эта проблематика скрывается в том, что как позиция, так и оппозиция должна уметь разговаривать и разговаривать на понятном языке. Если тот же самый фейковая партия разговаривает, громко кричит, бьёт себя в грудь, очень ярко выраженная демагогия и очень сильно перекрывает информативное помещение, то просто-напросто оппонентам тоже нужно найти свой вид коммуникации. Этот вид коммуникации тоже должен быть доступным и понятным. Потому что, если ты не сможешь говорить на понятном языке и объяснить, что не так, и почему они врут, они говорят правду, и почему это фейковая партия, то тогда и потенциально возможны риски, что и во второй раз такой нонсен может произойти с обществом. Наверное, успеем принять до короткой паузы на рекламу звонок наших радиослушателей. 612-939, есть звонок, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Да, пожалуйста. Вот сколько я понимаю, президент Латвии провозгласил закон о бюджете. Скажите, пожалуйста, получается тогда, что у нас президент Латвии как гарант к институции раз, премьер-министр, который главный человек в решении всех экономических проблем, два. Руководитель Сейба как человек, который отвечает или главный в приеме законов. Они что, все тоже циники, как и депутаты Сейба? Что ж тогда получается? Нами руководят циники только. Как же жить дальше? Спасибо. Ну, я должна сказать, что президент выдвинул на пост президента данный Сейм коалиция Сейма, национальное объединение, спикер Сейма из национального объединения, премьер-министр у нас из Вену Атыбы, которая политической элитой является уже на протяжении более чем восемь лет, если я не ошибаюсь. Поэтому я думаю говорить о том, что это не циничное, не циничные представители власти, но я бы не могла. Безусловно, это цинизм. Это цинизм, ощущение безнаказанности, ощущение того, что какое бы решение они не приняли, потому что они между собой взаимосвязаны, оно будет просто-напросто принято, и чтобы там народ не возмущался, как бы он не ходил на демонстрации, как бы он не подписывался за отставку Сейма, ничего не изменится. Они будут делать так, как они считают нужным, не считаясь народом. Поэтому лично мое мнение и мое как бы предложение людям подписаться за распуск Сейма и таким образом сделать определенное давление и на депутатов Сейма, и на спикера, и на президента, и на премьер-министра, чтобы они хотя бы изменили риторику и свое отношение как к избирателям, так и ко всем остальным жителям Латвии. Да, прервемся буквально на пару минут на рекламу, не переключайтесь. Да, еще раз добрый день и добрый вечер Любовь Швецова на студии и депутат Сейма от фракции Согласия. Мы говорили о сегодняшнем пленарном заседании. Я знаю, что вчера, да, если вчера, я не ошибаюсь, было весьма интересное заседание комиссии по публичным ревизиям, так оно, по-моему, называется, да, где обсуждается, обсуждалась ситуация в муниципальном предприятии Рига Сатексмы. Я так понимаю, что в основном у нас в стране все в порядке, только надо заниматься Рига Сатексмы, так-то у нас в стране везде чишь и благодать. И у вас случилась полемика опять-таки с представителем новой консервативной партии на предмет того, как там полиция хорошо расследует дела в Риге Сатексмы, плохо, видимо, депутаты решили подсказать или вместо следствия следователь поработать, да, вот, может быть, несколько слов об этом. Ну, есть разные способы решения проблем. Есть конструктивный способ решения проблем, а есть деструктивный. Как я уже говорила, ты можешь решать профессионально и бороться с источником проблематики, а ты можешь имитировать, что ты хочешь бороться. Ну, господин Фелдман как ярко выраженный представитель новой консервативной партии, он, в принципе, ярко выраженный пример как раз вот этих фейковых реформ и фейкового на словах введения изменений контроля и обеспечения законности. Это фейковый, бескомпромиссный правоохранительный террор, я бы назвала это. Во время заседания, это было уже второе по данному вопросу, по поводу Рига Сатексме, заседание началось с того, что господин Фелдман заранее заготовленную, непонятную, абсолютно не основанную на фактах речь, начал с полемики и со своего рассказа определенных версий, что не происходит целенаправленного расследования, что все правоохранительные структуры не действуют слаженно и нет необходимых результатов. И я просто-напросто во время заседания комиссии обратила внимание руководителя комиссии господина Диргенса на то, что если мы пришли делать политическую рекламу накануне возможного распуска Рижской Думы, слушать новую консервативную партию, их всякие домыслы и вымыслы, а не факты, то тогда, конечно, это один вопрос. Если наша комиссия хочет выяснить конкретные вопросы по конкретным структурам, нужно задавать конкретные вопросы. После чего выступила как госполиция, которая рассказала о том, что два дела находятся в прокуратуре для предъявления обвинений. После этого выступила прокуратура, которая сказала, что они предъявили обвинения и работают над дальнейшим продвижением данных дел. Они пояснили, госконтроль показал статистику по уголовным процессам, как происходит, сколько судебных решений уже, сколько находится в прокуратуре, какие процессы результативные. Госучреждения объяснили, каким образом они усовершенствовали сотрудничество совместное. Поэтому просто-напросто я бы сказала, что я осадила демагога и, я бы сказала, потенциального лгуна и манипулятора с информацией господина Фелдмениса во время заседания потребовала, чтобы председатель комиссии просто-напросто корректно ввел заседание комиссии, основываясь на фактах, на ответах от соответствующих органов, а не на вымыслах, домыслах и допусках господина Фелдмениса. А были там и вымысел и домыслы, да? От его интерпретации абсолютно однозначно. А вообще, вот, поскольку вы, ну, как бы, год уже прошел, нельзя сказать, что вы новый депутат, но тем не менее, вы раньше в политике не работали, вот сейчас первый год большой политики в Сейме. Сначала, я помню, когда вы приходили к нам в эфир, но все-таки было такое, ну, если так можно сказать, в какой-то степени определенный пессимизм не с точки зрения работы в Сейме, а с точки зрения того, как вот правящие калиции относятся к оппозиции, вообще к нормальному диалогу и так далее. Что сейчас, вот спустя год, какие можно вообще сделать выводы? Выправилась хотя бы чуть-чуть ситуация, насколько оппозицию слушают, слышат? Я не имею в виду, бюджет, это особая история, мы помним, что произошло с бюджетом. Но бюджет, кстати, является одним из показательных моментов. Почему? Потому что он выкристаллизовал как раз структуру отношения коалиции к оппозиции. Я вижу, что без конструктивной критики, без предложений никаких изменений никогда не могут быть и не произойдут. Поэтому святая обязанность оппозиции критиковать, указывать, объяснять и дискутировать. Это дискуссия. А однозначно для демократии, я думаю, и для понимания такой более или менее развитой демократии было бы только корректно, когда один из основных законов государства, закон о бюджете, хотя бы одно из предложений оппозиции было бы принято ко вниманию и поддержано. Это было бы только корректно. Почему? Потому что за всех депутатов, которые выбраны в Сейм, проголосовал народ. И в том числе за депутатов коалиции, а оппозиции, вернее, проголосовало более 250 тысяч граждан. Я не праве, чтобы голос вообще был услышан. Это те люди, которые отдали свой голос. Это означает, что те предложения, которые по бюджету хотя бы одно подали депутаты от оппозиции, было бы рассмотрено и позитивно принято. Тем более, что предложения были по социальным вопросам и по социально значимым вопросам. Я так понимаю, что даже были указаны источники финансирования. По всем вопросам были указаны источники финансирования. Просто-напросто согласие указывало, что мы считаем, что средства, допустим, того же Латвенерго можно было бы потратить не на то, чтобы вносить в книгу учета племенных быков, а, допустим, 20 миллионов потратить на образование. А что, была такая статья? В бюджете предусмотрено 20 миллионов из прибыли Латвии направить на совершенствование, введение сертификации племенных животных крупного рогатого скота и на введение учета крупного рогатого скота. Ну, тогда вопрос. Если у нас 20 миллионов из прибыли Латвии это крупный рогатый скот, а не дети, у которых отбирают обеды, и не медики, то, безусловно, это право оппозиции принимать такое решение. А право оппозиции сказать, что мы считаем, что 20 миллионов нужно потратить не на племенных быков, а на детей. То есть, это было сделано. И вот цинизм того, что ни одно из предложений не принято, он как раз и выражается в этом отношении правящей коалиции. А то, что было уменьшено время дискуссии и, как бы, хотя бы возможность депутатам оппозиции пояснить свою позицию, свое мнение и свое видение решения какого-то конкретного изменения или использования средств, то оно иначе, как черным цинизмом, но это уже нельзя назвать однозначно. Но, что меня радует, чем более будет сильная оппозиция, аргументы оппозиции и голос оппозиции, тем более вынуждена будет думать оппозиция. Да, вот это очень интересно по поводу племенных беков. Я так понимаю, что если внимательно прочитать бюджеты, все его расходные части или расходные позиции, то выяснится, что это недействие абсурдная статья. Безусловно. И там наберется как раз возможно недостающие 60 миллионов на медиков, и я думаю, можно изыскать еще меньше суммы нужной на питание учащихся начальной школы. Все зависит от того, какой приоритет. Если у тебя приоритет животных, я не хочу сказать, что их не надо поддерживать. Сельское хозяйство тоже нужно поддерживать, но если у нас приоритет сельское хозяйство, а не наука, не знание, не дети, то какое будущее мы хотим. Тогда нужно открыто об этом еще и сказать, потому что когда приходят представители правящей коалиции к нам в студию, они ведь тоже говорят, все для народа. Те, кто содержит племенных крупный рогатый скот, это тоже часть народа. И этой части народа тоже необходимо финансирование, но обязанность правительства определить приоритет. Если приоритет правительства это потратить 20 миллионов из прибыли Латвии на крупный рогатый скот, то значит это приоритет этого правительства. Если 20 миллионов это дети, образование медики, то это другой вопрос. Если 60 миллионов, которые от Истеба парк планирует отдать в фонд Варама по мистическим, фантастическим зеленым технологиям для какого-то одного субъекта, то это значит приоритет от Истеба парк. Однозначно это не приоритет медики. Если медики не приоритет, то будет депопуляция. Депопуляция без конкурентоспособного образования однозначно приведет практически к сильному, к более глубокому и продолжительному экономическому кризису в стране. Да. Примем звонки. У нас звонки аж по двум линиям. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Так. 612-12-939 были звонки, да вот еще одна попытка. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Ну я может быть не в ту тему, но вот говорили, что очень много больных отказывается не приходит на прием. Ну вот у меня подруга поехала в Ригу, мы живем в Каугуре, чтобы доехать до больницы ей надо было заплатить 4 евро за дорогу на желез, за железную дорогу, а потом еще и по Риге около 3 евро. Ну скажите, какой пенсионер сможет вообще вот ездить. Вот почему наши эти руководители пенсионные молчат. Ведь очень много сейчас стало мало больниц, очень много вынуждены ехать в Ригу. А это очень дорогая дорога. Спасибо. Спасибо. Безусловно, что социальные проблемы и проблемы по доступности тех же самых услуг медиков, они являются просто-напросто зеркальным отражением того, что медицины катастрофически недостаточно финансируются. И получается, что уменьшается количество больниц, уменьшается количество врачей. Насколько я знаю, в сельской местности врачи очень зрелого, скажем так, возраста, они достаточно сильно перегружены пациентами, получаются. И говорить о том, что у нас действительно реально доступна медицина, ну и она недоступна. Это факт. И недоступна она как раз из-за того, что многие годы просто-напросто на неё никто не обращал внимания, или сознательно она просто-напросто создавалась или направлялась на создание просто-напросто частного сектора в блоке медицины. Это совсем уже другая ситуация, другое положение. Если все реформы были направлены на то, чтобы доступность медицины уменьшить, а создать частный сектор и лоббировать интересы только частного сектора. Так это и происходит, видимо, по факту. Тогда так и надо сказать, мы создали частный сектор. Кто может, тот заплатит. Да. А самое страшное заключается в том, что если у человека случается какая-то болезнь или несчастье, то он готов последнее отдать только, чтобы либо спасти близкого, либо выжить. И человек, который серьезно болен, становится беспомощным просто-напросто. И в такой ситуации человек иногда бывает так, что он даже не знает вообще, что делать, как быть. Да, вот это очень хорошо, что вы сейчас подметили. Я сразу вспомню сегодняшнее выступление министра здоровья госпожи Винкелы. Вот те, кто внимательно слушал, я стал слушать внимательно, она сказала какую-то фразу, которую она, может быть, сама до конца не поняла, что она сказала. Она фактически поставила диагноз системе, когда она сказала, что в больнице, в которой возглавляет ее отец, как раз, господин Виднич, всем нам известный, часть пациентов, ну, социальные койки, часть пациентов это те, которые страдают запущенные сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку они выписали лекарства, но у них нет денег эти лекарства купить, да, с помощным, что они вот сейчас на этих социальных койках им оказывается помощь. То есть, она даже не поняла, какой ужас она, в принципе, что она вообще сказала, да, то есть, им выписали лекарства, они не могут лечиться, да, и в результате попадают вот в таком состоянии уже в стационар. Но вы понимаете, что это означает только одно, то, что человек, который занимается политикой, он не видит взаимосвязи с тем, какую политику она и ее сопартийцы реализовывали, доведя людей до бедности. Ведь почему эти люди не могут купить медикаменты не от того, что им, вот они не умеют заработать, потому что государство и такие политики, как она, как господин Каренч, они не создали нормальные условия для функционирования бизнеса, для функционирования предприятий, для обеспечения социальных гарантий людям, элементарных социальных гарантий. От этого и все проблемы. Не люди виноваты, что они не могут себе позволить купить лекарства, а виноваты политики, которые не создали систему, при которой люди могут нормально зарабатывать, нормально платить налоги и нормально потом содержать свои семьи. Последний звонок сейчас примем, Дубович, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Мне кажется, что все-таки есть результат, это чуть раньше разговор с Воларидом Сатексом по поводу проверок, все остальное. Первый результат. Автобусы, троллейбусы стали ходить хуже. Новых не видно и, наверное, не предвидится. Потом я не понимаю, как можно забрать деньги, которые планировались на покупку новых видов транспорта и отдать железной дороге на электрички. Электрички ходят один-два раза в час. Электрички полными не бывают, особенно осенью, зимой и весной. Прекрасные сиденья лучше, чем в Лондоне. А зачем там менять, где не будет народа как такового? Спасибо большое за этот комментарий, но это еще раз надо подтверждать то, что фактически пытаясь наказать неправильную коалицию в Европейской Думе наказывают просто Рижанка, то вообще тут ни при чем. Ну, я считаю, что то, что в результате пересмотра позиций, бюджетных позиций и финансирования европейских фондов деньги перенаправлены на железную дорогу, которую курирует новая консервативная партия, это однозначный результат просто-напросто политической договоренности между другими партиями правящими и новой консервативной партией. Конкретно с целью просто-напросто ухудшить уровень жизни и качество обслуживания Рижан. Это делается сознательно. Я считаю, что это было сделано новой консервативной партией сознательно, с согласием, с поддержкой коалиционных партий, для того, чтобы Рижане стали жить хуже, чтобы во всем этом упадке качества жизни, качества услуг Рижан было предъявлено обвинение и были виноватыми названы только Рижская Дума и те, кто сейчас на данном этапе находится у руля в Рижской Думе. И просто-напросто это манипуляция с фактами опять же, причем конкретная манипуляция с фактами происходит со стороны новой консервативной партии и использование ситуации в личных целях. Причем нужно отметить, что те же самые новые вагоны, новая консервативная партия будет закупать от той же самой Шкоды вагонки, которая якобы вовлечена в скандал коррупционный Сригос с Атексом. Поэтому не надо лелеять иллюзии и думать о том, что перераспределение средств в сторону железной дороги объективно вызвано объективными основаниями и действительно с заботой о качестве жизни всех жителей Латвии. Нет, это специально, чтобы ухудшить качество жизни рижан. Да, ну, к сожалению, такая у нас реальная ситуация. Любовь Швейцова у нас была в студии, депутат Сейма от фракции Согласия. Большое спасибо. Благодарю за внимание.